добрый день дорогие мои слушатели итак у нас продолжается тема прибавочек я хотела в прошлый раз завершить думаю что рассказала все что нам было необходимо но поразмышляв еще немножечко по обнаружила что мне бы хотелось кое-что еще дополнить во первых дополнить по плечевому изделию и поговорить о прибавочках более подробно на юбочку и на брючки потому что они этот ассортимент одежды у нас как бы остался с вами не охваченным и не мы его не обсудили так вот что мне хотелось добавить по прибавкам к плечевому изделию мне хотелось добавить что платья наши и одежда наша они ведь бывают разные и если я говорила в прошлые две наши встречи о плечевых изделиях как правило не отрезных по линии талии то есть они были такие полуприлегающий прямой свободный силуэт но не было отрезной вот такой вот у нас юбочки то потом я поняла что ведь очень много вещей когда мы шьем и платья и блузки какие-то с отрезной линии талии и юбочка у нас как раз может быть очень пышной да а верх то есть лиф нашего изделия он может быть очень маленьким и тогда вот например а может быть наоборот очень объемный какой-то лиф вверх и узенькая маленькая юбочка и тогда вы должны понимать что конечно прибавочки тоже будут выбираться и вот например если говорить конкретно про это платье то маленький верх и мост должен гармонично соответствовать достаточно объемный низ тогда вот это изделие на фигурке она будет правильным она будет очень скомпонована достаточно правильно по форме потому что нельзя делать одинаково широко и вверху и в талии внизу тогда вы будете просто выглядеть как будто вы в одежде с чужого плеча если вы где-то сделали много в другом месте в другой части нашего изделия нужно делать поменьше приближаться к объемом фигурки тогда у вас будет гармония красота и не будет перебора с прибавками и так прибавка по груди здесь у меня будет маленький лифт вот такое платьице моя задача начать завтра шить моей подружки оленьки возможно я это все сниму и покажу вам весь процесс этого шитья если мне это удастся и так прибавочка по груди когда у нас вверху объем очень маленький в данном платье есть рукавчики поэтому мне нужна свободная достаточно пройма прибавка по груди у меня будет три сантиметра прибавочка по талии значит когда мы были молоды я прибавочку по талии своей ольги делала 0 1 сантиметр сейчас у меня пожелание два сантиметра я бы даже добавила три сантиметра по талии да не будет в обтяжку но здесь мы сделаем какой-то вот такой вот поясочек ремешочек талии у нас вот так вот при линии талии у нас закроется и какая-то определенная слабина которая даст вот эта сайт прибавочка три сантиметра она тоже может уйти тогда у нас получится вот такой завершенный образ прибавочка к рукаву по обхвату плеча в этом платьишке у меня будет тоже маленькая 3 максимум 4 сантиметра ткань потому что у нас не тянется она достаточно тяжелая василькового цвета вот такого как моя ручка однотонная а что говорить о прибавочке по бедрам ну конечно вы понимаете что ёбочка здесь видите какая конусообразная вот на конус до образной такой формы с двумя глубокими встречными складками впереди и с двумя глубокими встречными складками сзади конечно прибавка по бедрам будет достаточно большая какая она большая это зависит от того какой будут глубины выбраны вот эти мои складочки и поэтому она меня просто не интересует я даже не буду заботиться об этом конечно это будет заведомо понятно что если бедра у моей фигурки скажем 50 сантиметров то ширина юбочки в линии по линии бедер у меня будет много больше чем там 54 или скажем 56 сантиметров потому что мне нужны четыре вот таких вот достаточно крупных больших складки вот и все вот так будет выбираться у меня прибавочки на это если бы у меня силуэт был наоборот но давайте здесь вот его набросаем у меня был бы какой-то вот такой вот объемный достаточно вверх может быть те же там цельнокраёные рукавчики я не знаю какие-то такие большие и при этом у меня была бы какая-то маленькая узенька скоро на скорости не получилось красиво и легко нарисовать то что мне хотелось но все равно как-то вот так вот передать примерно вы меня поняли да верх объемный большой я не знаю может такой какой-то да или реглан какой-то рукав не важно они с вот такой маленький какие здесь будут прибавки конечно прибавка по груди может зашкаливать она может быть у нас даже больше там и пяти сантиметров в этом случае хотя не очень увлекаюсь прибавками по груди прибавка по талии видите талия уже тоненькая не от 0 до 1 сантиметра я бы сделала прибавку по талии а прибавка по бедрам а прибавка по бедрам конечно у меня будет ноль помните тоже 0 1 сантиметр зависимости от того шероховато у меня ткань есть эффект трения нет эффекта трения то есть вот таком вот силуэте я сделаю наоборот прибавочки вот такие то есть здесь я уже не буду контролировать прибавочку по груди ее можно вот так вот пропустить да то есть она заведомо должна быть гораздо больше чем мерочка полуобхвата груди а прибавка по бедрам наоборот будет очень маленькая вот так ну и конечно вот в этом изделии давайте уже закончим для полноты информации прибавочка к обхвату плеча она тоже будет больше обычной она будет вот например то что я здесь нарисовала гораздо будет больше чем там 5 сантиметров то есть больше будет пяти сантиметров вот это вот что касается изделий отрезных по талии но и выкройки конечно вы строите можно строить отдельно отдельно до талии строите выкройку базовую конструкцию лифа учитывая только прибавки до талии по груди и по талии да и по и отдельно можете строить выкройку вот таких юбочек да но юбочки а как правило такие строю сразу на ткани сниму постараюсь это вам показать может быть даже выложу бесплатно в интернет но снимать точно буду решила снимать процессы и тоже точно так же здесь вот это все я бы конечно тоже сразу построила на ткани вот это касается и отдельно выбирала бы прибавочки для юбки и отдельно выбирала по прибавочки для верха и для линия и так юбки давайте поговорим про прибавки на юбках юбки бывают разных силуэтных форм прибавки тоже конечно зависит от них обычная наша классическая юбка зауженная к низу юбка карандаш ее называют прибавочка по талии у меня всегда ноль и прибавочка по бедрам у меня всегда ноль почему ноль я уже вам объясняла могу сказать еще разочек потому что когда я снимаю с вас мерочки вы стоите у меня как правило либо в юбке либо в брючках и поэтому на вас надета какая-то одежда я никогда не перетягиваю мерки то есть не обужаю их не затягиваю сантиметровую ленточку очень туго то есть измеряю точно аккуратно по факту и если мы снимем наши брючки то естественно родные наши бедра без одежды они будут немножко меньше и поэтому в построении я беру прибавочку ноль ту которую померила как бы идет компенсация замена одной одежды на замену другой одежды и поэтому я использую часто прибавку ноль кто-то задавал во взмущенные вопросы на эту тему но как говорится у каждого свой опыт я делюсь я рассказываю вам про свой своим опытом вторая юбочка юбочка конусообразная юбочка немножко раскрешенная если здесь обязательно будут вытачки то тут совсем не обязательно чтобы они у нас были да она видите вот раскрешененько у нас внизу и вот такая что у меня будет здесь всегда прибавочка по талии у меня будет ноль потому что если вы будете делать прибавки по талии больше чем ноль ваша талия будет спускаться ниже и уже юбочка не будет сидеть так хорошо на фигурке как бы нам хотелось то есть она будет спускаться ниже линия талия ниже и ножки будут казаться короче и пропорции будут несколько чуточки чуточки но будут ухудшаться а нам это надо нам это не надо потому что нам всегда надо сберечь и показать красоту стройность фигурки то есть это длинные ножки а это прежде всего повыше талия и и прибавка по бедрам вот в этих юбочках уже прибавка по бедрам начинается от единички и идет более единички но опять же сколько если вот посмотреть на этот рисунок то не больше трех я бы сделала то есть бедрышки у фигурки вот здесь наша юбочка чуть-чуть только побольше для того чтобы вся динамика вся вот эта вот мягкость ткани они были внизу а эта часть фигурки у нас не увеличивалась какими-то прибавками хорошо следующая юбочка юбочка вот такая например это всякие раскрешенные динамичные кленивые могут быть юбки какие угодно прибавочка по талии опять у меня будет ноль а прибавочка по бедрам здесь просто не контролируется она всегда больше чем один сантиметр а насколько больше зависит от того насколько вы придумаете вот это расширение внизу ну что еще чтобы завершилась картинка наверно юбку какую-то тюльпан так называемую да это вот такие вот всевозможные юбочки у нас есть которые заужены к низу а здесь они имеют наоборот вот форму такого перевернутого треугольника тогда прибавочка по талии опять ноль а прибавочка по бедрам она уже зависит от того насколько вы хотите сделать большой объем вот здесь если чуть-чуть то возьмите там скажем 2-3 сантиметра да если уже больше то возьмите сантиметров 5 по бедрам прибавочку тогда этот эффект тюльпана у вас получится крупнее эффект неинтереснее но это кому что нужно и кому что хочется вот так вот у нас мы поговорили с вами о таком ассортименте как юбки давайте здесь заголовочек даже напишем чтобы у нас был это были юбки и конечно у нас остались еще с вами брюки брюки юбки и брюки относятся поясным изделием если до этого мы говорили о плечевых изделиях то сейчас мы говорим о поясных изделиях и так самые мои любимые брюки которые могут быть длинными почему потому что они будут широкими потому что ширина брючек внизу выбирается мною чаще всего больше чем длина стопы если длина стопы 24 то ширину брючек внизу я возьму больше чем 24 26 27 а то и 28 если позволяет рост а вот вверх я люблю делать узенькие по фигурке потому что сверху у нас носятся какие-то блузы джемпера и так далее топики и вот это вот лишний объем в области бедер как например вот здесь нам как правило не нужен потому что это увеличивает общую массу тела и больше всего мы с вами любим брючки сегодня джинсы те же самые да пресловутые когда они у нас узенькие вот в этой части раз они у нас узенькие в этой части то прибавочка по прибавка по талии у меня будет ноль а прибавка по бедрам у меня будет ноль но это в том случае если у нас ткань не биэластичная и если она у нас не тянется ткань обычная ткань обычная а если у меня ткань тянется поперек и немножко вдоль и она тяжелая ткань моя любимая кто читал про брючки он знает что какие ткани я люблю тяжелые и биэластичная 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 ткань да то прибавочка по талии у меня будет минус два а прибавочка по бедрам у меня будет тоже минус два вот и все если хотите подробнее про такие прибавочки посмотрите пожалуйста ролик про построение брючек я там подробно на этом останавливаюсь следующие брюки это так называемые брюки по мужскому типу раньше называли в стиле марлен дитрих то есть они у нас посмотрите в талии конечно они сидят поясочек плотно по фигурке я люблю делать да здесь кармашки вот такие вот продольные форма брючек может быть любая я нарисовала прямые опять по той же вот причине да чтобы возможность сделать была возможность сделать их длинными потому что только длинные брючки делают наши ножки длиннее и только узкие брючки делают наши ножки короче поэтому я не люблю короткие ножки и поэтому я делаю себе всегда длинные брючки но это опять же ваш выбор если вы тонкая звонкая худенькая высокая то конечно вот такой тип короченных брючек вам всегда подойдет и не будет вас нисколько искажать ваши пропорции и нисколько не будет, извините, вас уродовать. А все остальные обычные наши фигурки должны еще сто раз подумать, когда вы выбираете себе длину и ширину и форму своих брючек. Ну, я опять отвлеклась. Итак, вот такие брючки прямые, не обтягивающие нас в области коленочек и, конечно, в щиколотках, да? Здесь ширина брючек внизу, если длина стопы 24, у меня будет 24, 25, 26. Вот такая, да? При этом прибавочка по талии у меня здесь будет опять 0, а прибавочка по бедрам у меня будет начинаться от 2 см. В данном случае брючки нарисованы умеренной ширины, то есть я возьму сантиметра 3. Я возьму сантиметра 3. Но так же как, давайте, ладно, на этом пока вот остановимся, потом вернусь еще к другим брючкам, к другой форме таких брюк. Теперь поговорим про вот такие брючки, дудочки, узенькие брючки, в обтянутые, да? Ткань, конечно, надо брать опять же биоластичную. Прибавочка по талии у меня будет 0, прибавочка по бедрам. Если обычная ткань, то тоже будет 0, а если ткани у нас с вами биоластичные, то у меня будет и прибавка по талии минус 2, и прибавка по бедрам у нас будет минус 2 в таких брючках. И ширина брючек внизу, посмотрите, если длина стопы у вас 24 см, она будет меньше, чем 24 см, то есть она у нас будет где-то 20, 19, 18, в зависимости от того, что вы хотите. Одним словом, всегда меньше. Ну и, конечно, чтобы не было здесь складочек, такие брючки нужно делать всегда короче. Они должны открывать пяточку, они должны показывать обувь. Если вот в этих двух случаях обувь будет вся закрыта целиком, закрыт будет каблучок обуви, и можно сделать его длиннее на платформе, да, то здесь, конечно, этого сделать нельзя. И обувь нужно будет очень тщательно подбирать уже ко всему ансамблю, ко всей вашей одежде для того, чтобы было все в гармонии. Если здесь обувь прячется, то здесь обувь выбирается более тщательно, потому что она является очень важным, ярким аксессуаром, который может случайный подбор такой обуви, может все испортить. Вот это такое мое мнение. Опять ушла в сторону. Шортики. Посмотрите, вот такие шортики. Значит, про шортики. Прибавочка по талии, вот здесь, прибавочка по талии у меня опять будет 0, а прибавочка по бедрам у меня будет больше 1 сантиметра, 1, а то и 3 сантиметра. Можно делать их тоже вот с такими вот складочками здесь впереди. Мне нравится без складочек, когда прибавка по бедрам все-таки маленькая, но к низу они идут вот такие широкие. Они смотрятся уже как мини-юбочка вот такая короткая, напоминают, и выглядят всегда безупречно. Если вот в этом варианте брючек вам нужно вверх выбирать небольшой или укороченный, чтобы было видно талию, то вот здесь вот, и здесь тоже бы так желательно, то вот здесь уже наоборот. Можно вот это все и прикрывать, и закрывать, и так далее. Еще могут быть брюки-юбка. Брюки-юбка, вот эти части, как бы вот эту вот часть я выделила, это второй слой нашей ткани. Да, он может быть вот так вот закрываться как-то кверху. Но что здесь? Здесь прибавка по бедрам фактически не ограничена. То есть прибавочка по талии опять будет ноль, а прибавочка по бедрам может доходить до 5-6 сантиметров, для того, чтобы обеспечить вот эту ширину. Но еще вот это вот большое разрешение вы будете делать к низу. Так, 18 минут, время быстро кончилось. Про карманы два слова буквально. Вот в этих вариантах, обтяжных сверху, с нулевыми прибавками, нельзя делать вот таких карманов. А какие можно? Можно делать только вот такие кармашки. Только продольные, потому что если вы сделаете карман вот такой, у вас обязательно мешковинка вылезет. И поэтому вот это все будет давать нам брак. То есть можно делать только вот такие вот кармашки. На этом разрешите закончить. 19 минут наше время вышло. До новых встреч. Всегда Ваша Галина Коломейко.